А мы продолжаем. Телефон для ваших звонков 311-29-47. И завершая перед 8 марта гендерную тему, сейчас мы поговорим о том, правильно ли это, если в декрете с детьми сидит не мама, а папа у нас в гостях, уникальная пока еще семья Горбушиных. Проходите. Екатерина Горбушина, Антон Горбушин и их дети Платон и Михаил. Привет, дети. А пока вы рассаживаетесь, давайте посмотрим справку о том, кто может пойти в декрет с юридической точки зрения. Отпуск по уходу за ребенком в России предоставляется до достижения им трех лет. При этом не обязательно дома должна сидеть мама. Трудовой кодекс дает семье право выбора. Отпуск может оформить отец, бабушки и дедушки, а также другие родственники или опекуны. Степень родства не имеет значения. При этом использовать отпуск по уходу за ребенком можно частями и по очереди. К примеру, до года с малышом находится мама, с года до двух папа, а затем бабушка. По данным фонда социального страхования в России только один из 50 отцов оформляет отпуск по уходу за ребенком. Вот судя по тому, как вы сели, то глава семьи понятна. Да-да-да, папа посередине. Но тем не менее, папа в декрете. Как вы до этого додумались? Да, все банально и так просто. Способ выживания. Жена получает на несколько тысяч больше. Вот из-за этого я остался дома с детьми. А кто принял это решение? Скажите, пожалуйста, Кать. Ну, это решение было, наверное, коллективное. То есть, когда родился Платон, встал вопрос... Платон. Платон. Платон же три года. Да? Да. Постарше три с половинки. Встал вопрос, кто будет сидеть с детьми. То есть... А вот кто сидит с детьми, тоже понятно. Был выбор между бабушкой и Антоном. То есть, я сразу сказала, что... Ну, я хочу сделать свою карьеру. То есть, я хочу развиваться. Ну, и, собственно, вопрос решился сам собой. Вы официально оформили декрет? Нет. Почему? Ну, работала небольшая организация у друзей. И на тот момент как раз они меняли юрлицо. То есть, я не успел оформиться и ушел в декрет. То есть, вы просто сидите с детьми? Просто сижу с детьми. Я сразу спрошу об этом, но вы же понимаете, что многие скажут, глядя на вас, ну, не мужик. Потому что мужик должен зарабатывать больше, приносить домой деньги, а вот с детьми должна сидеть жена. Ну, я отвечу так. Посадил дерево, построил дом, воспитываю сам детей. Вам комфортно в этом роли, в этой ситуации? Ну, да, комфортно. Бывают нюансы. А как близкие отреагировали родители, например, ваши друзья? Я. Родители спокойно абсолютно. Спокойно, да. То есть, они были не против. Они сказали, что, ну, как решите, так и решите. Друзья были шокированы. Коллеги были шокированы. То есть, ну, почему-то это все воспринимается немножко... Дети шнадки. Как-то, не знаю. Мне кажется, главное, чтобы у семьи ведь было хорошо. Если у вас в семье всех все устраивает, то какое дело вообще до общественного мнения? Насколько сложно мужчине проводить все манипуляции с детьми, которые принято кем-то считать исключительно женскими, но вот полностью, полностью, весь день они на вас? Да, в принципе, не сложно совсем. Поначалу было в Плутонном, да, там, страшновато даже немножко. Просто не знал, с какой стороны подойти. А вот с появлением Миши все просто. Бывает, что они вдвоем дома. Я за ними только смотрю. После, когда болеет, когда в садик не ходит. Я спокойно справляюсь, даже не задумываюсь. Поделитесь секретами, которые у вас наверняка появились. Как успокоить плачущего ребенка? Ну, маленького он либо кушает, либо пить, ну, либо что-то у него болит, там уже врач нужен. Хорошо, в поликлинику, например, идете, там в очереди мамочки сидят, вы с детьми, как реагируют? Да, нормально реагируют. Хоть есть с кем поговорить, да? Да, нет, в поликлинике в основном все молчат, чтобы не заразиться. Так, спокойность. Хорошо, вы планируете младшего отдавать в сад? Да, в ясельке, наверное, даже. В ясельке. Вы собираетесь вернуться к работе? Да, конечно. Ну, то есть дети-то подрастут все равно. В этом году хочу уже опять работать. Продолжить карьеру. Начать, наверное, заново. Екатерина, на вас хос осмотрели, но вот она детей бросила на мужика. И давай, значит, работать. Ну да. Да, были такие взгляды. Ну, я старалась вообще не обращать на это внимания, потому что я считаю, что если у папы получается лучше сидеть с детьми, пусть сидит с детьми. У мамы, получается, зарабатывать деньги. То есть, зарабатываю деньги. Ну, мне кажется, это все-таки-то... Ваш муж в ваших глазах не перестал быть, ну, менее мужественным от того, что гендерные роли в данном случае поменялись? Нет, ни в коем случае. То есть, он мужчина, как сказал, так и будет. Глава семьи, вот как он сел в центре, я угадал. Вот это все не случайно. Да, он в нашей семье глава. Вы хотите еще детей? Ну, это сложный вопрос, на самом деле, потому что... Больше финансовый вопрос. Про финансы, раз уж у вас не все стандартно, а вот кто деньгами распоряжается? Ну, то есть, вот стандарт, банальный стандарт. Мужик принес, значит, домой зарплату, что-то там спрятал, остальным жена распоряжается. У вас как? Нет, у нас все не так. То есть, жена принесла, а жена распоряжается. Ну, то есть, вот как-то так. Мы все вместе планируем покупки, как бы это... Подожди. Ну, вот сейчас мы будем копать. Смотрите, вы хотите себе что-то купить? Ну, я не знаю, хобби какое-то, блесну там, не знаю, для рыбалки. Вот, Женя недавно муравьиную ферму купил. Вы решите выкупить муравьиную ферму? Ну, что-то. Вот вы будете просить деньги у жены, или у вас есть какой-то собственный фонд, скажем так? Который только вы распоряжаете. Фонда у меня собственного нет. Весь мой фонд вот в детях. Все к детям. Ну, мы обсудим с ней, и этот вопрос, если к обоюдному согласию придем, мы, конечно, потратим эти деньги. Екатерина, вы вот все, что попросят, разрешите купить, получается, что вы разрешаете? Ну, нет, не все. То есть, если это действительно нужно, и он меня в этом убедит, то... Нет, подождите, но есть просто вот мужчинам нужны, поверьте, мужчинам нужны игрушки, которые не рацалинизированы, но просто потому, что вот оно блестящее и с кнопочками. Я делаю подарки. Хорошо, мы спросили у жителей Екатеринбурга, вот как они слились бы к подобной ситуации. Давайте посмотрим, что они ответили. Маля, маля, маля. Если в этом есть какая-то необходимость, ну, для родителей, то такой вариант возможен. Значит, так необходимо, и мама, видимо, лучше обеспечит семью, а папа, может быть, уход лучше детям обеспечит. Я даже знаю такие варианты. То есть, папу, допустим, сократили на работе, он уходит в декрет, получает зарплату, а мама работает. Все замечательно. От пола зависит. Если это девочка, то лучше мама, а если это мальчик, то пусть будет папа. Все-таки папы сыновей, наверное, более достойно могут воспитать. Для меня это как-то непривычно. Необычно. Это, наверное, по выбору. У кого как приемлемо. Кто больше зарабатывает, у кого больше ответственности, и кто лучше может воспитать ребенка. Я отношусь положительно. Женщина на той женщине, чтобы сидеть с детьми дома. А мужчина и строить уют, заниматься воспитанием ребенка. А мужчина на той добычек, чтобы зарабатывать еду, хлеб и все прочее. Антон, вы можете посоветовать другим мужчинам поступить? И так же, мужики, это классно сидеть в декрете с детьми. Ну, в декрете, условно, в вашем случае, потому что он не оформлен. Да нет, наверное. Почему? Ну, это так, единичные случаи, скорее всего. Вы получаете удовольствие от той жизни, которая сейчас у вас есть? Да, конечно, получаю. У меня два маленьких моих ребенка, я их сам воспитываю. Конечно, я получаю массу удовольствия от этого. Екатерина, вы не ревнуете детей к отцу? Но все-таки, вот, да, мы видели, как по кому на колени лез маленький. Нет. Нет. У меня ревности как таковой нет. Потому что, ну, если бы я с ними сидела, и они лезли бы на колени к папе, наверное, была бы. А так, нет. Нет. В общем, поздравляем вас от души. Я поздравляю вас с наступающим 8 марта. Примите этот, не помню, как это называется, этот скромный цветочек. Спасибо. Всего вам хорошего. Удачи вам. Вы молодец. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам. Ну и всех с наступающим 8 марта. Мы тоже поздравляем. Поздравляем. И сегодня у нас побывал вот по этому великому поводу наканун 8 марта, я имею в виду, Михаил Турецкий. Кроме того, мы рассказали вам историю женского белья. И звезда итальянского кино Фауста Мария Шараппо был у нас в эфире. И мы прощаемся, а эфир УТВ продолжается. Продолжение следует.